Елена Латкина с двумя высшими медицинскими образованиями. В 2014-м специалиста высшей категории привлекли к работе на Олимпиаде. Медик помогал отравмированным конькобежцам. Тогда Елена впервые оказалась в Сочи и больше не уезжала. Перебраться из Магнитогорска и оказывать квалифицированную медпомощь теперь уже сочинцам, ей предложил муниципалитет, пообещав предоставить жилье. Елена трудится, работает старшим фельдшером на скорой помощи. Руководство города также сдержало обещание и предоставило медику жилье. Только вот живет Елена до сих пор на съеме. Ключи от муниципальной квартиры не проходят в замочную скважину. Да и в самой квартире уже есть жильцы. Мне документы дали на жилье, но я не могу заселиться из-за того, что на данных квадратных метрах проживает неизвестно для меня кто, то есть не имеющий документального какого-то обоснования проживания в этом жилищном помещении. Ну вот, к сожалению, вот такие вот проблемы возникли. Там все очень так скандально, очень бурно проходит. Заселиться туда я не могу. Мне не хотелось бы уезжать из Сочи. Я очень люблю этот город и очень люблю свою работу. Я 24 года работаю на скорой помощи. Для меня, конечно, это была бы трагедия погибнет в Сочи. Хотелось бы поработать на благо города и на благо населения этого города. Это Донская-15. Дом больше известен как общежитие. Именно сюда, в 334-ю квартиру, должна въехать Елена Латкина. Но именно эту квартиру облюбовали жильцы квартиры соседней. Семья разрослась, места стало не хватать и… самозахват. Освобождать муниципальные квадратные метры нарушители жилищного кодекса не планируют, несмотря на отсутствие документов, подтверждающих права собственности. Узнав о самоуправстве, администрация города приняла решение опечатать муниципальное имущество. Жильцам же предложили его покинуть и вернуться в свои квартиры, принадлежащие им по праву. Я вам еще раз повторяю, никогда никто не допустит, чтобы вы занимали чужое имущество. Ну вы уже занимали. Я сказала, никому ничего не дам. Семья не просто отказывается покидать не принадлежащую им квартиру, но и препятствует процессу опломбирования. И тем не менее, во избежание судебного разбирательства скандалистам администрация города предложила освободить комнату добровольно. Выдали нарушителям и письменное уведомление, в котором освободить помещение их просят по требованию собственника, то есть Елены Латкиной. В ответ упорное несогласие. Боя ситуация. Я не занял. Я не закона занял. Я все на всех официальных правовом поле занял, написал. Вы получили какой-то документ? Да, только отказ. Только отказ. Мы говорим, на каком основании. Они говорят, становитесь в очередь. Закона получить муниципальное жилье действительно можно, лишь будучи очередником или жильцом аварийного дома. Закона, конечно, они могут получить эти помещения, однако же они ссылаются на отсутствие некоторых документов. Данным гражданам было неоднократно разъяснено о порядке предоставления жилья, с чего начинать, какие документы собирать и куда обращаться. Однако, мы все видели сейчас их недопонимание всей этой ситуации. Будут составлены акты по результатам сегодняшних действий, а именно срыв пломб. Эти акты будут переданы в полицию, будут составлены материалы и в дальнейшем будут сформированы дела для передачи в суд об освобождении незаконно занятого помещения. По истечении срока требования семью Язукбая выселят в принудительном порядке. А проверки по остальному муниципальному фонду продолжатся. Нуждающихся в улучшении жилищных условий в Сочи немало. И первые на очереди жители 189-квартирного аварийного дома на улице Видовая расселят сочинцев. Будут в том числе и в муниципальные квартиры на Донской 15, а таких квартир там 13. Главой города Сочи даны поручения по расселению указанного жилого дома. В настоящее время указанные свободные жилые помещения в том числе имеются по улице Донской 15. Мы со своей стороны будем вынуждены обращаться с исковым заявлением в суд о выселении данных граждан из незаконно занимаемых жилых помещениях. Хочу акцентировать, что надо расселить 189-квартирный жилой дом. Можно себе представить, какое количество людей там проживает в аварийном доме. Поэтому задача поставлена предельно четко и это надо делать незамедлительно. По каждому общежитию будет проводиться работа с целью выявления свободных жилых помещений. В муниципальные квартиры в первую очередь поселят именно тех сочинцев, которые нуждаются в безопасном жилье. Ну а тем, кто просто решил расширить свои квадратные метры, придется все-таки изучить законодательство.